шалом дорогие друзья всем доброго времени суток знаете я помню еще давно когда жил в россии еще до того как я начал соблюдать заповеди я заметил что через месяц после моего дня рождения я родился 14 в август через месяц после моего дня рождения чувствую прилив сил дополнительные такие силы которые дают мне лучше понимать где нахожусь что делать сейчас куда мне идти дальше знаете такое своеобразное время силы и я думал что это связано с днем рождения прошло время много лет до того как я четко осознал что причина этих сил элуль месяц элуль можно сказать что элуль это время силы всевышний дает нам силы для того чтобы подготовиться крош ашана к новому году к дню суда день который решает нашу судьбу на весь год представляете и для этого естественно нужна подготовка элуль это месяц милосердия когда всевышний открывает 13 качеств милосердия проливает их на нас сходят в этот мир как царь в поле мы лет сады и дает на свое милосердие шалом дорогие друзья с вами давид близкин ваш путеводитель по еврейскому миру и напишите пожалуйста как видно как слышно как видно как слышно очень важно чтобы каждый из вас получил информацию чтобы я не просто так говорил сколько нас посмотрим 21 человек так отлично сегодня мы поговорим о месяце элуль сегодня мы поговорим о том что нам нужно делать в этом месяце какова сила этого месяца и какова значение этого месяца мы поговорим на основании права таугара есть у него книжка про месяц элуль про хороша шана и в основном информацию я беру из его книжки прав таугар это известный право недавно скончался относительно около 10 лет назад большой очень раввин жил по моему в англии на его лекции сходились сотни человек и он был очень популярный очень знающий человек человек который прошел шоа катастрофу восточного европейского еврейства человек которого много чему очень много чему можно научиться и так дорогие друзья если хорошо слышно тогда мы продолжаем супер кстати говоря готовьте вопросы по и лулю я буду рад и в конце вас ожидает небольшой сюрприз а может быть даже большой посмотрим и так дорогие друзья элуль это последний месяц года каждый месяц года подобен остановки поезда жизни на который мы можем взять определенные ценности это может быть скромность упование на творца вдохновение любовь свобода и так далее каждый месяц что-то свое каждый праздник что-то свое так всевышний сделал мир и это этот поезд идет по кругу и каждый год мы можем взять что-то хорошее на новом уровне на более глубоком уровне известные слова наших мудрецов объясняющие объясняющие аббревиатуру слова и луль месяц и луль они ля дудивы дудили я возлюбленному моему а возлюбленный мой мне имеется ввиду отношения еврейского народа и всевышнего что означают эти слова эта фраза состоит из двух частей вторая часть фразы говорит о том что творец дал мне человек должен благодарить творца за те подарки которые он получил от всевышнего тело ум родители учителей уроки торы которые человек услышал таланты способности хорошие воспоминания все это подарки всевышнего эта часть возлюбленный мой мне подумайте об инструментах которые вам даны творцом мира чтобы служить ему вглядитесь какой богатый арсенал он подарил нам согласитесь огромное количество инструментов для приближения к нему для служения ему с другой стороны задача еврея особенно в этом месяце это укоренить внутри себя свои душе сознание свои независимые ничего ценности и того что он может дать творцу и это первая часть фраза я возлюбленному моему я возлюбленному моему получается духовная работа человека в месяце и луль заключается в том чтобы понять кто я что творец мне даровал и как я могу это использовать наилучшим образом для того чтобы обрадовать моего отца небесного и наша прошлая недельная глава р и очень интересно начинается это смотри дельная глава начинается смотри я дал я тебе дал благословение проклятие говорит и говорит выбирай рабейну бахья дает на это потрясающий комментарий он говорит так он пишет в комментарии на этот пасук такие слова этот пасук объясняет что выбор находится в руках человека хочет пойти по прямому пути или встать на нехороший путь все переданное его желанию и все зависит от его выбора так говорит рабейну бахи то есть смотрите у нас есть выбор иудаизм против детерминизма иудаизм говорит что мы всегда в каждый момент выбираем что это означает я понимаю эту фразу так выбор за нами мы сами выбираем чем наполняем свою жизнь благословение или не дай бог проклять и от чего это зависит от того соблюдаемые заповеди или нет и от чего зависит соблюдаемые заповеди или нет от того какие мысли мы выбираем думать все идет от мысли как называют как говорится сов маша массы до макшава тхила в конце действия в начале мысль и мысли связанные с действиями оптимистичные основанные на вере в творца его индивидуальное проведение мысли которые зиждутся на утверждение что все к лучшему и что каждый получает самое лучшее для него в каждый данный момент или не дай бог обратные если я думаю что мысль можно сравнить со взглядом взглядом наших глаз приведу пример мужчине запрещено смотреть на некошерно одетую женщину увидел вайт нужно отвести глаза а вот продолжать смотреть это уже проблема это уже нарушение также не кошерная негативная мысль негативный кошерная любая плохая для нас мысль она в принципе как это взгляд пришла бывает мы к нам разные мысли приходят мы в принципе не выбираем да по большому счету какие мысли к нам приходит что-то увидели кто-то что-то сказал пришла мысль но продолжать сознательно и думать концентрироваться на ней это уже наш выбор и это если человек выбирает негативные мысли и концентрируется на них естественно эту же проблему когда человек концентрируется постоянно на пустой части стакана понятно что такой человек не будет сейчас и кроме того его общие отношения с другими людьми его работа творцу служение творцу они будут совершенно не такими как у того который смотрит на полную часть стакана и вся весь вопрос в том куда мы смотрим куда мы направляем наш взгляд на чем мы концентрируемся и я хочу прояснить эту мысль еще на одном интересном примере есть мнение соответствие с которым уже с 15 а уже прошло тубы а принято желать быть записанным в книгу жизни как говорится на иврите бы сэфер хайн тикатэ в тикатэм это обычно говорят на роша шана а как вы думаете кто записывает нас в книгу жизни книгу праведных злодеев или средний в книгу богатых или бедных счастливых и несчастных и так далее ответ мы это делаем сами представляете мы сами записываем себя в эти книги то есть наше сердце наше глубинное и внутреннее решение определяет кто я и всевышний выстраивает наш год соответствии с этим нашим внутренним решением нашим внутренним пониманием по сути эти книги всегда открыты и любой наш поступок чувство или мысль записывают нас в определенную книгу сделал заповедь записался в книгу праведников отдал десятину записался книгу богатства порадовался что у тебя есть руки и ноги возможность говорить записаться книгу счастья в роша шана всевышний спускает мир мощное и глубокое духовное влияние которое побуждает человека принять глубинное решение где он решает находиться а вы луль во время любви и благоволения творца всевышний спускает в мир влияние которое помогает нам лучше осознать где мы находимся сейчас чем мы хотим и какое решение мы принимаем в отношении нашей жизни до чего мы хотим это мы решаем выйдут у нас есть влияние от всевышнего который помогает нам лучше это решить именно в месяц и луль у нас всплывают глубоко изнутри части которые на протяжении всего года мы может быть вообще не замечали части которые хотят близости к творцу истинного служения творцу хотят самоотверженно изучать тору соблюдать заповеди готовы пойти за всевышнего на смерть и благодаря этому мы лучше ощущаем и другие части противоположная часть части которые хотят чего-то что мешает нам приблизиться творцу части которые противоположны желания которых противоположно воле творца что делать с этими мешающими частями как донести до них вот это истинное наше желание служить творцу эти это на самом деле мы служить творцу это мы настоящие а остальные части которые хотят наоборот это наносные части это части которые неправильно поняли что мы на самом деле хотим и как донести до них наше истинное желание что мы хотим служить творцу в радости в довольстве своей долей на это отвечает великий мудрец торы и мусара мусар от еврейская этика рад шлома вольбель в В своей книге «Алейшур» он пишет, что у каждого человека есть множество частей. Он сегодняшний, он взрослый, он ребенок, он подросток. Все они живут внутри него. И периодически какая-то часть из прошлого вылезает в виде определенного желания, свойственного ей. Например, вдруг хочется мороженого – это ребенок. Хочется всем доказать, что я крутой, что я хороший – это подросток. И так далее. Что делать с этими частями? Отвечает Раввольвер, что нужно направить каждую часть на служение Творцу в соответствии с качествами этой части. Например, человек, который изучает сейчас Тору, во время изучения Тора у него вдруг выскакивает внутренний ребенок и говорит, я хочу прямо сейчас мороженого. Он может ему сказать, с удовольствием, нет проблем. Если получишь хорошую Тору, получишь мороженое. Или сейчас закончим изучать Тору и пойдем купить мороженое. А если вашему внутреннему подростку, например, хочется получить уважение посредством того, что он хочет рассказывать всем последние новости, то можно его перенаправить. Скажите этой части, например, ты получишь уважение от того, что будешь всем рассказывать мудрость Торы и так далее. То есть мы перенаправляем наши части на положительные вещи, на заповеди, которые приближают нас к Творцу. Кроме того, кстати говоря, важно знать, за частями, которые хотят близнести к Творцу, не следует слепо следовать. То есть желание продвигаться вперед – это очень правильно, это хорошее, очень позитивное желание. Но если мы благодаря нему принимаем на себя чрезмерно большие обязательства, которые нас прямо ломают или валят с ног, то это уже называется яцарара. Это злое начало и это нехорошо. То есть все должно быть в меру. Так, какие у нас вопросы? Давайте посмотрим. Так, Бокертов из Ново-Черкасска. Бокертов. У нас уже Торайм Товим. С вами это полдень. Сладкого радостного месяца, хорошие записи книги жизни. Спасибо, Зоя, вам того же. И всем нашим слушателям. Сладкого месяца, хорошей подготовки. Кроша Шана. Это очень важный месяц. В этом месяце даже есть люди, которые не делают свадьбу, чтобы всю эту, весь этот месяц посвятить работе Творцу. То есть минимум вообще отвлечений, только служение Творцу, шува. Шува – это раскаяние, кто не знает. Все, что можно сделать для того, чтобы приблизиться к Творцу, улучшить свое изучение Тора, улучшать свои качества, подготовиться к Рошу Ашана. Смотрим в Америке. Великолепно. Я очень рад. Даже в Америке нас смотрят. Сколько там в Америке. Сейчас, я так понимаю, вообще утро. Реальное утро. Итак, дорогие друзья, как же нам лучше всего приближаться к Творцу в Илули, чтобы использовать все великолепные возможности этого месяца любви, милосердия, близости с Творцом. С одной стороны, хочется взять на себя что-то большое, с другой стороны, мы видим, что это опасно. Можно не выдержать. А что-то совсем маленькое, это не впечатляет, не очень интересно. Хотя, тем не менее, я скажу вам, сила маленьких шагов, это потрясающая сила, которая приводит при необходимом постоянстве к великим изменениям. Реально великим изменениям. Я предлагаю так. Во-первых, пусть каждый выберет сам, какое маленькое обязательство он возьмет на этот месяц. Всевышний дает поддержку, помощь, божественную помощь в этот месяц. И поэтому то обязательство, которое вы возьмете на себя, будет у вас в нем с Божьей помощью удача. Но нужно брать на себя то обязательство, которое, естественно, во-первых, приблизит вас к Творцу, которое вам будет легко и которое вам будет с удовольствием. Что-то маленькое, что вы точно знаете, что вы удержите. Не надо брать что-то большое. Маленькие шаги, они точно приводят нас, в конце концов, к цели. Единственное исключение, и это, кстати, может быть релевантным для каждого из вас, если есть какое-то нарушение, которое человек делает, то в этом кто может себе позволить очень хорошо делать кардинальные шаги, то есть отрезать просто и перестать нарушать закон Торды. Это важно. В силу наших возможностей. И если человек реально решил, что я больше этого не делаю, я больше не делаю запретное действие, Всевышний этого не хочет, я не хочу так больше жить, то Всевышний дает ему огромную божественную поддержку. И у человека появляются такие силы, особенно на начале пути, что он может взять на себя огромные обязательства в этом плане, в плане отхождения от плохого, чтобы не делать зло, не делать грехи, перестать идти за плохим. И тогда с Божьей помощью человек выходит на более хороший путь и есть в этом сията дешмая, помощь небес в таких вещах. Я советую вам делать это с консультацией раввина. Обратитесь к вашему равву, которого вы знаете, который вас знает, да, и уточните, как лучше это делать. Как лучше, даже вот если вы хотите полностью отстраниться от зла, уточните лучше, как лучше всего это делать. Окей? Хорошо, дальше. После того, как каждый сам выбрал, что ему делать, да, я предлагаю вам, я предлагаю вам одну маленькую вещь, которая меняет нам жизнь и дает нам силу, энергию, вдохновение и в конце концов реально приближает к Богу. И эта вещь, наш взгляд на происходящее. Если мы смотрим на мир, как на проблемы и ловушки на каждом шагу, то он таким для нас и становится, не дай Бог. Если мы начинаем смотреть на мир, как на источник изобилия, роста, развития и радости, то мир поворачивается к нам своей радужной стороной. Так Всевышний сотворил этот мир. И это очень классно. Всевышний сотворил мир словом. И мы тоже творим наш мир словом. То есть, когда мы говорим, те слова, которые мы произносим у себя внутри, они в конце концов творят наш мир. Эти слова, они становятся нашими убеждениями, нашей внутренней верой, и они творят наш мир. Наш внутренний и внешний мир. Что нам пишут, дорогие друзья? Спасибо за труд, на здоровье, конечно. Всем шалом. Эмиль пишет, у нас 10.30 с утра. Да, я так и знал. 8 часов разница. Я общаюсь иногда с Америкой. Виталий пишет, надо быть в своем обществе единомышленников, но есть и ситуации, это не по своей воле. Конечно, 100%, я с вами согласен. Бывают совершенно различные ситуации, Всевышний нас посылает, у каждого свое предназначение, у каждого свое исправление. Но, что я вам скажу, дорогие друзья, при всем при том, все зависит от того, как мы себя настроили. Я знаю, что очень непросто, когда вокруг тебя люди, которые думают совершенно иначе, идут себя совершенно иначе, которые против ценностей духов, которые все зациклены на материальном, на деньгах, на каких-то должностях, это, конечно, влияет. Это не может не влиять. Кстати говоря, на эту тему сказала Рава Скотска, что человек, у него есть единственный выбор, это выбор своего окружения. А остальное, это все следствие. Но, при всем при том, сейчас в нашу эпоху, в нашу эпоху глобализации, когда мы можем слушать лекции, раввина, которые находятся за 3-9 земель, от нас, за 3 тысячи километров, мы можем общаться с людьми, которые находятся на другой стороне земного шара, тогда мы сами выбираем во многом наш круг общения. То есть, пришел на работу, например, минимум, там, предположим, на работе все люди, которые вообще полностью не такие, как вы, полностью против ваших ценностей, минимизируем с ними общение, становимся прозрачными для всех их критических взглядов, приходим домой, или даже в перерыве, включаем воикру, слушаем любимых раввинов, слушаем те вещи, которые нам импонируют, которые нам нравятся, которые нам нужны, и соединяемся таким образом с людьми, которые нам интересны, которые нам дают продвижение. С кем поведешься, от того и наберешься, особенно это правильно для воикра и для того, с кем вы соединяетесь, от кого вы получаете на пространстве интернета. И это тоже ваш выбор, и вы на самом деле реально большие молодцы, то, что вы сейчас выбираете, вместо того, чтобы играть в какой-то Тетрис на компьютере или Звездные войны, вы выбираете смотреть уроки Торы, не какой-то мыльный сериал, а уроки Торы. Это самое главное, изучать Тору, ее исполнять. Вы реально большие молодцы, что вы это делаете. Я желаю вам продолжать изучать Тору, ее исполнять в радости, здоровье, счастье. Пусть у вас будет изобилие и в духовном, и в материальном. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И что я вам хотел сказать напоследок, чтобы перевести ваше отношение со Всевышним, с самим собой, с миром на качественный другой уровень, вам необходимо изменить ваше негативное определение на позитивный. Изменить негативный внутренний диалог на позитивный. Не вранье, ни в коем случае, не надо себя обманывать, а смена парадигмы. Смена парадигмы – это по-простому, вместо того, чтобы говорить, что стакан наполовину пустой, вы скажете себе внутри, что он наполовину полный. И это не просто слова, которые вы говорите, это то, что вы в конце концов должны ощущать. Понимаете, то, что вы ощущаете, это на самом деле те слова, которые вы себе говорите, потому что ощущения, чувства, они идут от чего? Они идут от ваших убеждений. Ваши убеждения – это слова. Слова, которые вы приняли на веру. Все начинается со слова. И одно такое маленькое, потрясающее влияет всю нашу жизнь. Маленькое изменение, маленькое изменение в том, на чем мы концентрируемся. Если мы смотрим, например, вот у нас супруг, родитель, тот, кто с нами живет. Предположим, человек нас в чем-то раздражает, нам тяжело в чем-то с ним. Если мы научимся видеть в этом хорошую сторону, понимать, как вот то, что он делает, нам нужно для нашего развития, почему Всевышний нам это дал, просто смена парадигмы, смотрим на это по-другому, у вас жизнь мгновенно меняется. То есть это потрясающе. Я об этом давал урок несколько недель назад, что если человек изменяет свой взгляд на другого человека, на мир, то у него меняется чувство. Это самый быстрый способ работы над качествами характера, просто изменить отношения. И не всегда это просто, естественно, нужно искать, нужно найти свою мысль, которую вы присоединяетесь, которая является вашим каналом вот в этот лучший мир. Нужно ее найти, нужно ее искать, а кто ищет, тот всегда найдет с Божьей помощью и сможет изменить свою жизнь, прикрепившись, прилепившись к истинной положительной мысли. На всю жизнь это можно изменить. Взял мысль, прилепился к ней, все, изменили вашу жизнь, изменили ваше положение в этом отношении на всю жизнь. Например, маленький пример я вам дам. Например, вместо слова проблема, можно сказать вызов, вместо безысходная ситуация, не дай бог, ситуация, для которой я ищу решение. Вместо я больше не могу, попробую еще чуточку. Понимаете? И любую вещь так можно изменить. Один из моих учителей, Раввен Пурат, в Ишеве Шараиш, в котором я учился, говорил, что если у человека весь день идет не так, как хочется, то в этом есть только одна причина, что когда он проснулся, первая мысль, которую он выбрал думать, была негативная мысль, а все остальное, это уже последствия выбора вот этой негативной мысли, последствия ее думать и концентрации на этой негативной мысли. Аллаха, еврейский закон, кстати говоря, постановляет, что первая мысль еврея, когда он только просыпается утром, сразу должна быть мысль благодарности Творцу. Спасибо тебе, Творец, муде анинафанеха, благодарю я тебя, царь живой и вечный. Это то, что мы говорим. Благодарим царя живого и вечного, что он дал нам жизнь, что он вернул нам душу, муде анинафанеха. И после этого, вместо я устал, я еще хочу поспать, лучше задайте себе правильный вопрос, чего я хочу от наступившего дня. Если хотите, я вам расскажу. Есть такой психолог Ларс Сен. Он в своей книге «Без жалости к себе» говорит много о силе слова. Я его привожу, потому что он делал различные исследования на эту тему. обычным и любимым исследования. И он вспоминает диалог с ветераном Второй мировой войны Гунаром Санстеби. И тот рассказал Ларс Сену, что часто выступает перед публикой. И Ларс Сен спросил, не утомляет ли это вас? Ведь вы же пожилой человек. И тот нахмурил брови и сказал, утомляет? Я просто не использую это слово. Понимаете? То есть, это то, что влияет на нашу жизнь. И Санстеби знал по опыту, что как только он скажет себе, что устал, он начнет уставать все сильнее и сильнее. Слова влияют на нас моментально, о чем многие даже не подозревают. И так возникают, кстати говоря, даже негативные эмоции. Но кто-то сейчас может быть скажет, да не, что-то, о чем ты говоришь вообще, просто вот устал и все. Есть усталость настоящая, есть голод настоящий, а есть то, что человек себе говорит. Это не то, что я вот сейчас себе сказал слово, но начал чувствовать голод. Это что-то внутреннее, что-то просыпается глубоко изнутри и начинается это с мыслей. А мысль это слово. Более точно, это начинается с мыслеформы. Мысль плюс чувство. Но корень этого это мысль. Понимаете? Вопросы, которые вы задаете себе, влияют на ваши дела. Если вы спросите, почему у меня это не получается, то мозг немедленно начнет работать над подтверждением негативного ответа. Если вы спросите себя, что нужно сделать, чтобы выполнить проект на высшем уровне, мозг начнет искать ответ на этот вопрос. И итог будет, естественно, совершенно другим. Что хорошо для меня? Какие мои сильные стороны? Чем я могу гордиться? Эти вопросы помогают укрепить уверенность в себе. Согласны? Так, что люди пишут? Выбери благословение. Да. Слышала, что если пульс превышает 80 ударов, отключается мозг, эмоции начинают бурлить. Есть такое. Да, есть эмоции, конечно, влияют на нас, но мозг не, ну, редко полностью отключается. То есть, в основном, в основном, мы контролируем хоть как-то ситуацию, хоть как-то мы контролируем отношения. Есть, конечно, крайние вообще ситуации, когда просто человек не контролирует себя, но это не о нас. То есть, 99,9% ситуации, это когда мы можем все-таки контролируем, хотя бы что-то делать, да, хотя бы какой-то контроль над тем, хотя бы на чем мы концентрируемся, у нас всегда есть. И так, дорогие друзья, я вам советую сейчас, в Элуль, понаблюдать за своим внутренним диалогом, заметить свои негативные мысли, заменить их на позитивные, и вы увидите, как с Божьей помощью ваша жизнь начинает наполняться энергией, силой, радостью, вдохновением. Вам захочется идти вперед, вы все больше времени и возможностей будете находить для изучения Торы, за соблюдение заповедей добрых и полезных дел. И, дорогие друзья, это говорю вам не просто так, я говорю это для того, чтобы вы нашли больше ресурсов, для того, чтобы подготовиться к Роша Шана, для того, чтобы подготовиться к следующему году, для того, чтобы провести этот месяц с пользой. У каждого есть свое предназначение, своя работа. Я не могу сейчас всем сказать, что ему нужно делать в месяц и луль, но вот эта общая вещь, которую я вам сказал, она поможет каждому, каждый посмотрите, насколько это для него релевантно. Если релевантно, возьмите это, попробуйте, и я буду очень рад, если вы напишите мне в личку, напишите, какие хорошие результаты у вас получились, благодаря того, что вы нашли свою какую-то негативную мысль, изменили его на позитивную, ваша жизнь в корне изменилась, и вы за это поблагодарите Творца. Итак, дорогие друзья, спасибо всем, кто был со мной. И теперь небольшой подарок, дальше вот небольшой подарок. Я сейчас, в ближайшее время, 15 августа, я запускаю вместе со своей помощницей Таль Володин, мы запускаем серию вебинаров, целый курс в котором вы сможете узнать 10 ключей изобилия на следующий год. То есть, этот курс поможет вам реально подготовиться к следующему году. Подготовиться к Роша Шана. И Роша Шана это даст нам с Божьей помощью квантовый скачок совершенно другой, намного лучше жизни. 7 уроков, в которых вы узнаете 10 ключей, к изобилию. 7 уроков, которые прольют вам свет на то, как подготовиться к Роша Шана, что делать в Роша Шана, что делать в Емкий Пур, что делать в 10 дней Чувы. 7 уроков, которые расскажут вам о том, что такое Бетахон, что такое Бетуль, как короновать царя, Сгулот. Сгулот это вещи, которые непонятны разуму, но которые действуют. и понятны разумные вещи я тоже скажу о том, как использовать лучше всего месяц Целуль, чтобы войти в Роша Шана максимально готовым. Роша Шана это как зерно. зерно, которое мы засеем в землю, оно прорастет и будет огромным деревом. И это дерево нашего года зависит от того зерна, которое мы посадили в ствол нашего года, в землю нашего года, в Роша Шана. От этих двух дней Роша Шана зависит весь наш год, представляете? Это очень трогательная, волнующая с какой-то стороны пугающее событие, но не пугайтесь, мы научимся как радостно относиться правильно, позитивно к Роша Шана и как к Роша Шана зарядить свой год на максимальное изобилие. Много тем, много ключей, много вещей, которые вам помогут по-настоящему пройти, зайти в этот год здоровыми, радостными, счастливыми и поднять свой уровень духовный, материальный очень-очень сильно, с Божьей помощью. И поэтому, дорогие друзья, заходите вот в эту группу, я сейчас пошлю вам ссылку, тихая группа в WhatsApp, на которой, в которой вы сможете получить информацию, можно задать вопрос будет Таль, администратору группы, получить ответы на любые ваши вопросы и заходите, узнавайте, уточняйте. это серия уроков, этот курс, который мы для вас подготовили, уникальный курс, информация, которую вы не найдете ни в каких русскоязычных книгах, информация уникальная, которую я получил от своих учителей, которую я получил от великих раввинов, великих учителей прошлого и современности. Поэтому, дорогие друзья, все, кто хочет изобильный, реально хороший год, заходите по этой ссылке. С вами был Давид Плискин. Спасибо всем, кто был со мной. До новых встреч. Будьте счастливы.